Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Христос воскресе! Друзья, сегодня понедельник, и мы с вами продолжаем чтение в пасхальный период, чтение книги «Деяния святых апостолов». И сегодня перед нами глава 3, стихи с 19 по 26, то есть до конца 3 главы. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвинет вам из братьев ваших пророка, как меня, слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвзвестили Денисии. Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, «К вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Итак, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день мы с вами читаем отрывок из третьей главы книги «Деяния святых апостолов». Итак, апостол Петр продолжает свою речь, обращает ее к слушающим его людям, которые слушают его потому, что видят реальное чудо, видят чудо исцеления расслабленного. И апостол Петр продолжает увещевать своих слушателей. Он обращается в сегодняшней речи к двум отрывкам из Ветхого Завета, таким основным. Это такое пророчество пророка Моисея о том, что из среды вас Бог воздвигнет подобного вне. И второй текст – это про обетование Аврааму. Такие два краеугольных камня иудейской мессианской идеи. Дело в том, что пророк Моисей является для Ветхого Завета, для иудеев, некой такой точкой отсчета. И мерил им всего. Потому что истинный пророк – это Моисей. Он выполнял несколько служений – пророческое, царское и священническое. И поэтому Моисей – это идеал пророческого служения. И Господь Иисус Христос тоже выступает перед нами как второй Моисей, так же, как и второй Адам. Но он типологически выступает как второй Моисей, как второй Адам, но он больше, чем Моисей, больше, чем Адам, естественно. То, что не получилось у первого Адама, получилось у второго Адама. Спасение. То есть возвращение в лона Небесного Царства. В райские сады. Адам вывел человека оттуда, первый, а второй Адам его туда вернул. И Моисей показал путь к Богу, а через Христа нам открывается вся полнота этого пути. Исполнение того, о чем говорил Моисей. Об этом мы хорошо читаем в послании к Галатаму апостола Павла в третьей главе. Ну, мы с вами уже читали об этом и будем еще читать. Итак, помните первую речь апостола Петра во второй главе, о которой мы на прошлой неделе на Светлой Седмице читали? Там была первая речь апостола Петра. И что говорит нам 19 стих сегодняшнего отрывка? Первый стих. То же, что и во второй главе. На вопрос слушающих, а что же нам делать? Идет ответ. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. То есть покаяние, изменение, возвращение к Богу стоит во главе угла спасения человеческого. «Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков». Вот что говорили пророки. Моисей сказал отцам, «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророков от меня, слушайтесь Его во всем, что Он не будет говорить вам». Книга Деяний четко указывает, что это Господь Иисус Христос, есть этот воздвигнутый пророк. Далее, «Вы целины пророков из завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму. И в семени твоем благословятся все племена земные». Итак, в семени твоем, да, единственное число, что это за семя? Не в семенах, как будто многих, в одном единственном семени. Бог благословит все племена земные в семени твоем, в одном. Это семя есть Господь Иисус Христос, ибо Христос вышел из народа Божьего, народа иудейского, народа израильского. И через Иисуса Христа благословляются все племена земные. Давайте напомним себе, каким образом это происходит, о чем говорит апостол Павел в послании к Галатам. Как раз-таки через усыновление Богу всех нас через веру во Христа Иисуса. Для этого необходимо крещение и покаяние, да, то есть изменение жизни и акт веры, который фиксируется крещением. Мы крестимся, потому что мы верим во Иисуса Христа. Через веру мы становимся принадлежащими Богу, именно Иисусу Христу, ибо мы облекаемся во Христа. И как говорит апостол Павел, нет уже ни иудея, ни эллины, ни мужского пола, ни женского, но все вы одно во Христе Иисусе. Мы все едины во Христе Иисусе. Как говорит нам славянский текст этого места из послания к Галатам. Мы все едины, един, то есть один во Христе. Тело Христово, да, целиком, церковь. Соответственно, мы становимся наследниками вот того самого обетования, которое Бог дал отцам вашим, как говорит апостол Петр, ну, то есть иудеям. Говоря Аврааму, в семени твоем благословятся все племена земные. Здесь также есть некий универсализм. На самом деле у евангелиста Луки очень много вот таких вот универсальных вещей. Вспомним евангелиста Матфея. «Я пришел только к погибшим овцам дома Израилева». Да? «Не гоже отбирать хлеб у детей и повергать его псам». Вспоминайте эти отрывки из Евангелия от Матфея. Потому что там была определенная аудитория, определенные были цели, задачи. Здесь мы видим уже универсализм. Потому что книгу «Деяний» и свое Евангелие Лука пишет к язычникам в основном. Тем, кто готовится принять Христа. Тем, кому непонятно вся эта иудейская тематика. Не во всей полноте. Поэтому у него есть такие универсальные. Поэтому только у евангелиста Луки в Евангелии есть притча о блудном сыне. О которой святые отцы говорят, что можно было бы не иметь Евангелий, а иметь только одну и ту притчу, и люди бы обращались ко Христу. Вот. И здесь мы видим, что все племена земные. Но на самом деле все племена земные, это и библейский текст, но в библейском тексте так написано. Но вот этот универсализм, что не только иудеи спасаются, но все племена земные, он полностью характерен для новозаветной церкви. Что Новый Израиль, это не этническое образование. Образование через веру в единого Бога, которому мы имеем доступ через Сына Божия, через Иисуса Христа. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Итак, главный критерий – отвращение от злых дел. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня церковь предлагает нам отвращаться от злых дел, стремиться к правде, сорадоваться истине. Поэтому будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое при высшем небес. Писание. Продолжение следует...